Микс Ньюс Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Максим Дозовцев у нас в студии. Как раз у нас сегодня гость недавно так вот получилось побывала на международной конференции в Питере, которая была посвящена, в частности, взаимоотношениям России и стран Балтии. Ну, эти отношения, как мы все знаем, переживают не лучшие времена. Но перед тем, как перейти, может быть, и к этой конференции, к этому форуму и к обсуждению, может быть, латвийско-российских отношений, вот несколько слов так совпало, что вчера президент России после своего выступления, обращения к Федеральному собранию, премьер Дмитрий Медведев, наверное, неожиданно для всего мира, не только для России, заявил об отставке всего правительства. Уже кандидат Михаил Мишустин сейчас, я так понимаю, в Российской Госдуме может быть скоро утвержден новым премьер-министром. Как вам все эти перемены? Я полагаю, что это перемены вынужденные, но перемены к лучшему. Главное, как мне кажется, это то, что Путин понимает нарастающее беспокойство в обществе и сильно созревший запрос на повышение качества жизни. За что, в принципе, правительство и отвечает. За что правительство отвечает и, к сожалению, в чем оно, как минимум, по мнению Путина, я предполагаю, по мнению некоторого количества российских граждан, с чем оно не справилось. И Путин сыграл на опережение для того, чтобы снять значительную часть напряжения в обществе, напряжение, вызванного несостоятельностью правительства. Он сделал этот шаг. То есть, я так понимаю, что можно ожидать и новых фигур появления в самом правительстве России? Я полагаю, скорее всего, да, иначе бы оно не ушло в отставку. Хочу сказать, что это было неожиданно, насколько я почитал и для самого Медведева. То есть, он об этом узнал не сильно раньше остальных. Но поступил, на мой взгляд, правильно, дал президенту свободу действий, которая обоснованно и нужна. Да. Вот спасибо за этот экскурс. Вот возвращаясь к этой конференции в Санкт-Петербурге, мы знаем, на каком этапе латвийско-российское отношение мы находимся. Сегодня Сейм Латвии тоже внес свою лепту, к сожалению, не в улучшение отношений, приняв такую резолюцию по истории Второй мировой. И я так понимаю, что соответствующая реакция России еще впереди. Но ничего пока хорошего мы в латвийско-российских отношениях не ожидаем. Какая была тональность конференции в Питере у экспертов? В России тоже все понимают, что период вот этой холодной войны между, ну, будем говорить сегодня о Латвии и России, можно, конечно, Литву и Эстонию тоже прибавить, там тоже похвастаться отношением с Россией не могут. Эти страны. Вот ваши ощущения от того, как, от заслушивания экспертов российских? Я был очень удивлен и одновременно обрадован дружелюбием, дружелюбием, в настроении которого говорили эксперты. Да, то есть вот все, что они говорили, говорилось очень дружелюбным и понимающим тоном по отношению к нам. Это немного контрастировало с оценками, да, то есть оценки были неблагоприятные. Оценки социологов, демографов, экономистов, политиков. Там были дипломаты, бывшие и действующие. И, тем не менее, по отношению к нам, ну вот как к выздоравливающему, возможно, выздоравливающему соседу. Да, вот выздоравливайте, мы подождем, пока это произойдет, и будем сидеть за столом и ждать вас. А сами оценки экспертов были, к сожалению, неблагоприятные для нас. Да, вот, может быть, несколько слов об этих оценках, и потом я знаю, что, естественно, вы подготовили свое видение, как бы должны были развиваться отношения между Россией и Латвией, и обозначили такие ключевые вообще проблемы, в том числе внутреполитические в Латвии. Сначала, может быть, об оценках. Значит, по демографии эксперты считают, что без иммиграционной накачки население будет продолжать уменьшаться. Ну, то есть, фактически, нам нужно открывать рынок для гастарбайтеров, как это может быть непечальным признавать, да? Для бешенцев, как их называют, значит, для беженцев, да. Значит, в подтверждение тому, о чем говорили эксперты в России, вот сегодня я буквально пару часов назад зашел на Делфи, и заголовок «Демограф. Рождаемость в Латвии упала до рекордно низкой отметки за последние десятилетия». Значит, в Эстонии численность населения сокращается примерно на тысячу человек в год, тогда как в Латвии на десять тысяч. То есть, это не российская пропаганда, это наша латвийская реальность, это наши латвийские демографы говорят. Я лично не приветствую иммиграционную накачку, в том числе, потому что она размывает национальную идентичность, за которую у нас здесь так борются. И, как правило, иммигранты, они чуждого нам менталитета и чуждой нам культуры. Как показывает опыт Европы, не всегда вписываются в общество, создают обществу кучу проблем, но по демографии, к сожалению, прогнозы не очень хорошие. То есть, прогнозы касались временного периода, временного отрезка от сегодня до примерно 2050 года. И по демографии, как и по остальным моментам оценочным, нам, к сожалению, по оценке экспертов не удастся удержаться даже на текущих позициях. По экономике дальше оценки. Значит, серьезные проекты, как было заявлено, как западные, так и российские, в обозримой перспективе в Прибалтику не придут. В их развитии нет смысла. Потому что нет населения, то есть спроса. В случае с Россией нет и достаточных для этого хороших отношений. Транзит уходит и в нынешних условиях уйдет. Системно нам зарабатывать на внешних рынках, системно именно, особенно нечем, потому что я глубоко убежден, что Евросоюзом мы были и эксперты, ладно я, но эксперты выступавшие были убеждены, что мы нужны были Евросоюзу не как производители своего продукта, а как потребители европейского. Ну и, соответственно, поскольку государство как зарабатывает? Производит что-то, как правило, и продает на внешних рынках и так зарабатывает. Если этого нет, то откуда власти брать деньги? Будет пытаться изобретательно залезать в карман населения. По внутренней политике. Это был довольно большой и достаточно грустный раздел, значит, этого международного круглого стола. Закручивание политических гаек, по мнению экспертов, будет продолжаться. По крайней мере, пока в правящую коалицию, уже которую по счету, уже который по счету избирательный цикл, пока входит национал-радикальная группа, они обычно, удивительно, на выборах они обычно берут небольшое количество голосов, там в районе 10% плюс-минус, но при этом они всегда, их всегда берут в правительство, им всегда дают чувствительные для общества министерские посты и присутствие их во всех конфигурациях власти последних десятилетий говорит о том, что эта идеология вполне приемлема для остальных образующих правительства партии, как бы они ни назывались. Значит, нелатышское население было сказано, воспринимается властью, как пятая колонна, которую, по мнению власти, может попытаться в каком-то виде защитить Россию, поэтому, и эта власть очень беспокоит, поэтому часть будет выдавлена из страны ухудшением условий жизни, а остальные будут ассимилированы. На мой взгляд, если посмотреть на то, что происходит, это как раз то, о чем говорили эксперты. Ну, это явно не европейская политика? Ассимиляция, я имею в виду? Нет, конечно. Я хочу отдельно сказать, на всякий случай, что это все прозвучало в целом ряде выступлений, и я не считаю, что это должно восприниматься как запугивание или пропаганда или агитация, потому что в мероприятии принимали участие не избиратели, а эксперты. Вот так. Да, вот тем не менее, мы видим, что какие-то попытки договариваться с Россией, со стороны Латвии, время от времени происходит. Правда, вот латвийские должностные лица пытаются все это ограничить транзитом, то есть только то, что интересно, допустим, в латвийской стороне. Хотя мы понимаем, есть такая фраза, уже расхожая, может быть, стало, что для танцев все-таки нужно, по крайней мере, для бальных нужно второй партнер тоже. Не было ли такого ощущения после посещения конференции в Питере, что вот эта вот концепция, что давайте мы поговорим только о том, что нам интересно, а то, что вас волнует, об этом мы говорить не будем, но она как бы обречена на провал. Я не могу сказать, что подобное настроение царило на конференции, но давайте посмотрим на отношения России и Белоруссии. Белоруссия для России значительно более важна, на мой взгляд, чем Прибалтика, вместе взятая и одна конкретная Латвия. И при этом в отношениях с Белоруссией сейчас попытки Лукашенко поговорить и договориться только на темы, которые интересуют его, пока это ни к чему для Лукашенко, ни к чему удовлетворительному не приводит. Я полагаю, что при меньшей нашей ценности, на данный момент, по крайней мере, у нас тоже это не получится. Для танго действительно you need two to tango. Для танго нужны двое. И бессмысленно, на мой взгляд, рассчитывать с нашей стороны латвийской на то, что нас будут слушать по интересующим нас вопросам и при этом не обращать внимания, что мы будем не обращать внимания на то, что волнует Россию. Это бессмысленная политика, не имеющая шансов на продвижение и на успех. Мне так кажется. А все-таки это тоже вопрос, который часто звучит, может быть, со стороны латвийских должностных лиц. А Россия, как вам показалось, она вообще открыта для диалога с Латвией, потому что ведь у многих экспертов России такое есть мнение, что да, вроде бы у Латвии выгодное географическое положение, но время идет вперед. Россия, в частности, становится все более самодостаточной и с точки зрения организации транзита, ну, создания своих отечественных портов, вот Усть-Луга, Приморск, и мы можем дальше это продолжать. И с учетом изменения климата сейчас кричать о том, что только в Энспиус у нас тут не замерзающий порт, да, уже тоже не получается. Вот нет такого ощущения, что очень много уже упущено объективно? Да, конечно, упущено очень много. К сожалению, мы это видим от года к году. Разговаривать с нами готовы, в том числе, ну, не то, чтобы нам обещают позитив, значит, во-первых, я могу сказать, что не было никакого негатива, да, ни в обращениях, ни в оценках экспертов. Громыко Алексея, он, который и сын, и внук Громыко, между прочим, не последний человек в системе, директор Института Европы Российской Академии Наук, он сказал в начале своего выступления совершенно открыто. На наш взгляд, и подчеркнул это, Латвия получила бы намного больше преимуществ от корректировки своей языковой политики, нежели от ее продолжения. На мой взгляд, если это еще не обещание позитива, в случае если, да, то где-то неподалеку. То есть с нами согласны разговаривать. Вопрос, вопрос, что России от нас надо, я совершенно точно могу сказать, что Россия не хочет видеть нас в своем составе, как боятся национал-радикалы. Это не нужно не только нам, это не нужно прежде всего самой России, там свои территории. И все эти разговоры о военнопадении, это как бы... Нет, естественно. Военные... Смотрите, наша территория как буферная зона, да, она была интересна в течение многих столетий, несомненно, но не сейчас, не с появлением современных видов вооружений. Современные ракеты пролетают в любом направлении территорию Прибалтики за несколько минут. Поэтому с этой точки зрения я не вижу ценности России прежде всего, у меня сложилось впечатление вот по выступлениям экспертов, что России прежде всего нужны адекватные, желательно дружелюбные соседи. В том числе потому, что Россия вместе с китайцами, вместе с массой других стран строит проект большой Евразии. И с этой точки зрения пробелов таких недружелюбных, даже небольших в этом проекте, наверное, я так предполагаю, быть не должно. Отсюда и терпение, отсюда и дружелюбие. Вот. Ну, то есть, фактически, если бы мы самостоятельно решали вопросы внешней политики, наверное, уже бы какой-то более прагматический диалог состоялся бы, на ваш взгляд. Я думаю, что да. Если бы мы, во-первых, были в состоянии самостоятельно решать вопросы внешней политики, а не консультироваться с кураторами. Во-вторых, если бы с нашей стороны было желание. С нашей стороны я, честно говоря, не вижу желания, если взять официальные визиты руководства. Да, вот визиты есть государственные, официальные, там, частные и так далее. Рабочие, да. Рабочие еще визиты есть. Вот один из президентов Латвии, Вайра Вики Фрейберга, 15 лет назад посчитала возможным в частном порядке присутствовать на праздновании 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Ну, в Питере она еще побывала. Еще в Питере побывала. Значит, еще официально в России побывал Валдис Затлерс. 10 лет тому назад, да. 10 лет тому назад или около того. Еще были контакты премьеров, пара контактов буквально. Но это и все. Мы не показываем с точки зрения официальных лиц в государстве, то есть тех, кто отвечает за дипломатическую политику, да, вот президента, премьер-министра, министра иностранных дел. Я посмотрел нашу дипломатическую активность, наша дипломатическая активность за некоторым исключением сводится к либо ритуальным вещам, как, например, поездка нашего посла в Россию в Магадан на празднование годовщины образования латышского общества там, либо на контакты, вынужденные по тем, по линии тех ведомств, где нас конкретно прижало. Это тоже односторонний интерес. Я не вижу, чтобы с большим сильным и, я бы сказал, достаточно богатым соседом у нас было желание установить добрососедские отношения. Привемся, может быть, буквально пару минут на рекламу. Я вижу, что есть и звонки. Не переключайтесь, будем их принимать тоже. Микс Ньюс Знаешь ли ты о всех полезных свойствах капусты? Говорят, что она благотворно влияет на пищеварительную систему, стимулирует обмен веществ и выводит токсины. Via SMS.lv также верит, что капуста дает чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Via SMS.lv знает о капусте все, и мы готовы делиться знаниями. Узнай больше via SMS.lv. Via SMS.lv нам доверяют. Хо-хо-хоу. В магазине ПТА праздники продолжаются. Распродажа холодильников, стиральных машин, кухонных плит, мелкой бытовой техники и многих других товаров. И это еще не все. О детях мы тоже подумали. Покупай товары со специальной лотерейной биркой и выигрывай игрушки. Номер разрешения на лотерею 6107. Магазин бытовой техники ПТА. ПТА. Улица Дамбе, 3А, Рига. Арт оф бьюти. Искусство красоты, доступное каждому. Арт оф бьюти. Высокие технологии на страже вашей молодости. Арт оф бьюти. Официальный представитель в Латвии Метод Шалей и Сэнфьюженси. Диетология и персональные тесты ДНК. Биоэмидансиметрия. Программа питания Иммунохелф. Все новейшие научные открытия на службе красоты. Клиника эстетической медицины Арт оф бьюти на Антониес 12. Номер администрационного года Клиника эстетической медицины. Арт оф бьюти. 0100-01633. Вы слушаете Радио Болтком. Да, еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Пришла, кстати, срочная новость о том, что очередные перемены настигли находящуюся на гране распуска Рижскую думу. Там с поста вице-мэра уволена Анна Владова. Ну, там тоже нешуточные страсти бушуют в Рижской думе. Но вернемся, может быть, к ситуации в латвийско-российских отношениях. У нас есть звонки. Давайте будем их принимать. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Если получится комментарий и вопрос. Да. Вот комментарий к словам внука Громыка, что Латвия получила бы гораздо больше от хороших отношений Латвии и России. Конечно бы, в целом Латвия получила бы гораздо больше. Но ее премиум-класс гораздо больше получает от враждебных отношений к России. И будет продолжать получать. По-моему, это понятно. И вопрос. Господин Дозорцев, когда-то вы выразили большое удовлетворение по поводу увеличивающейся части соотношения латыши-русски в пользу латышей. Значит, это пропорциональное соотношение все больше и больше меняется в силу разных обстоятельств. Вас это так же радует, как и прежде? Или вы изменили к этому отношение? Спасибо большое. Видимо, здесь, наверное, стоит уточнить, что речь идет о Владлене Дозорцева у нас в студии. Максим Дозорцев. Ну, в радио есть такие особенности. Может быть, кто-то подключился чуть-чуть позже или не услышал имя. Но вот говоря все-таки вот об этой реплике, что касается премиум-класса, если так можно сказать, или элита, может быть, действительно она, как говорят словами Юркенса, вот как раз прибыли от неотношений с Россией? Я считаю, что да. И это очень грустно. Очень-очень грустно для Латвии. И это обогащение, да, и это выгода для определенной части правящего класса в виде обратной стороны монеты имеет страдания простых людей. Вот один из заголовков сегодняшних, опять же, это то, что Латвия с Дзелстель до конца этого года планирует уволить 1500 человек. Ну, в принципе, это близко вообще к катастрофе. 1500 человек, да. Это близко к катастрофе для этих людей. И вместе с членами семьи, я предполагаю, что это в районе 5000 человек. То есть это 5000 трагедий. Это люди, которые теряют работу. В нынешних условиях они ее, скорее всего, не найдут. Они будут какое-то время полоскаться на пособии для безработных, а что они будут делать потом, непонятно. И меня поражает то, что власть, вот мне интересно, как власть будет говорить с этими людьми. Это же тоже избиратели. Помимо того, что это избиратели, это прежде всего живые люди. Это женщины, мужчины, дети, которые ни в чем не виноваты и которые в других условиях могли бы иметь главу семьи с работой, если бы загрузка компании была, если бы был транзит, это было бы возможно, если бы были хотя бы какие-то дружелюбные отношения с Россией. И власть по этому поводу ничего не делает. Точнее как? Она делает, она залезает в карман населения. Наш премьер сказал, что к весне власть планирует, они планируют найти наиболее безболезненные для населения способы увеличения поступления налогов в бюджет. А вы у населения спросили? Для населения нет безболезненных способов. Что касается вопроса о соотношении населения, значит, я совершенно не обижен, что меня приняли из-за отца. Я уже давно не столько сын Дозорцева, сколько отец Дозорцева, их сразу трех. Да, это замечательно. Это как раз вы предварили мой вопрос. Я знаю, что у вас трое детей. Все-таки я понимаю, что они еще не в том возрасте, чтобы сами могли самостоятельно решать. Но вот вы как отец, может быть, ваша жена, вы вообще связываете будущее ваших детей вообще с Латвией? Я почему спрашиваю? Поскольку вы говорили о демографии, о рождаемости. Но есть еще другой аспект, тоже негативный. Это вот то, что продолжается выезд из страны самых, естественно, молодых, трудоспособных жителей. Это, кстати, тоже причина низкой рождаемости, потому что люди деталейного возраста теперь рожают в других странах, собирают вещи и уезжают. Вот вы относитесь к категории тех, кто, ну, может быть, не сидит на чемоданах, но все-таки время от времени подумывает, а что, собственно, я тут делаю еще? Вы знаете, я понимаю, что это прозвучит пафосно, но я считаю себя патриотом Латвии. И я хочу, я стремлюсь сохранить Латвию. Я не хочу лишать Латвию пяти граждан. Это я, жена и трое детей. Я бы очень хотел, чтобы Латвия не была в будущем такой, какой она является сейчас. Значит, она становится безлюдной, расколотой и бедной. И я хотел бы приложить все, и готов приложить все усилия, сделать все, что от меня, как от человека зависит, со своей активностью, для того, чтобы изменить эту ситуацию. Нет, я... Иногда мысли, естественно, возникают. Вот каждый раз, когда читаешь очередной заголовок, за которым стоит ухудшение в какой-то области, да, эта мысль, несомненно, мелькает. Но это ни во что не выливается. Я родился в Латвии. Я хочу здесь умереть. У меня здесь могилы предков. Для меня это важно. Мое детство, юность и начало карьеры прошло именно здесь. Я... Это моя родина. Я хочу бороться за нее. Вот, а на самом деле, есть еще возможность бороться? Вы видите еще перспективы? Потому что, ну, да, действительно, в Латвии очень выгодное географическое положение, но где сейчас, вот, скажем так, силу притяжения у Латвии, да, вот. Ну, вот сегодня как раз визит премьер-министра Латвии Крещене Сокаринча в Минск. Попытка там вот с белорусами о чем-то договориться, да. Но, во-первых, еще тоже не факт, что там будет большие перспективы, да, потому что в Белоруссии тоже есть разные возможности для транзита, не только Латвия. А, во-вторых, ну, этого мало. Этого мало для того, чтобы даже обеспечить нормальный грузопоток в наших латвийских портах. Абик, повторите вопрос, Абик. Я задумался... Нет, я имею в виду, вообще, вы видите, какие еще... В чем бы Латвия могла быть интересна вообще, скажем так, за пределами Европейского Союза? Что? Что мы можем сейчас предложить? Вы знаете, честно говоря, честно говоря, так, чтобы вот быстро сказать, что мы можем предложить. И мы можем предложить свою адекватность, свое дружелюбие можем предложить. Географическое положение, смотрите, географическое положение, оно, как я уже говорил, оно имело большое значение в течение многих веков, но примерно до середины прошлого века. Значит, то, те преимущества в географии, которые у нас были на момент распада Союза, они за почти 30 лет, к сожалению, растрачены. В том числе, всеми версиями, конфигурациями власти, которые были с тех пор. Поэтому, смотрите, экономика, ну, в нынешних условиях, я не знаю, чем мы можем быть интересны. Евросоюз сделал с нами то, что хотел, население закредитовано, денег особенно нет, не знаю. Значит, необходимого для России конкретно или для большой Евразии, о которой мы говорили, эксклюзива, у нас нет. То есть, как системный рынок сбыта мы слишком малы. Значимых общих экономических связей и производственных цепочек нет уже много лет. А что будем зарабатывать? Вопрос открыт, да? Вы знаете, у меня такое впечатление, вот на конференции, с которой мы начали, да, там не говорилось о конкретных плюшках за хорошее поведение. Но я совершенно убежден, что иметь, я повторюсь, я это говорил, иметь с большим, влиятельным, устанавливающим свои правила на значительной части планеты богатым соседом, просто с точки зрения прагматики выгоднее, нежели иметь с ним плохие отношения. Вот сейчас нам особенно предложить нечего. В случае, если бы отношения были нормальные, нас, наверное, брали бы в какие-нибудь проекты. Возможно, устанавливались бы новые производственные цепочки. Возможно, нас взяли бы в коридор, например, Индия-ЕС. Есть, вы знаете, что в сентябре 2000 года было подписано соглашение между Россией, Индией и Ираном о формировании коридора Север-Юг, который должен связать через территорию России Балтийское море и Индийский океан. Позднее туда вошли еще несколько стран. Это такой глобальный проект, получается? Да. На конференции было сказано, что маршруты этого проекта пройдут мимо Прибалтики. Вот у меня вопрос к власти. А вы уверены, что нам туда не надо? Ну, например, да, вот в последние годы активная реализация проекта началась. Кроме того, значит, тот транзит, который системный сейчас, он, конечно, уходит. Но, в принципе, грузопотоки, насколько я понимаю, между Азией и Европой на несколько процентов в год, естественным образом увеличиваются. То есть в случае нормальных отношений эти излишки могли бы уходить нам. То есть процесс увода и ухода транзита и организации этих потоков, он был бы обсуждаем. Сейчас нас никто не спрашивает, потому что это бессмысленно. Мы приходим только, когда нам что-то нужно. Это неправильно. Да. Может быть, вы говорили о каких-то проектах масштабных, но сейчас вот в Латвии, правда, на стадии проектирования еще по-прежнему вот такой довольно глобальный проект «Реал Балтик». Вот вы вообще верите в этот проект, в его реализацию? Потому что вроде бы средства обещаны большие Брюсселем. Я не верю в разумность этого проекта, честно говоря. Потому что, как мне кажется, и как было сказано, опять же, помимо моего мнения, да, там были люди, которые намного умнее меня, они говорили, что, по крайней мере, на поверхности этот проект выглядит как военный проект. То есть это ракадная дорога, то есть дорога вдоль линии фронта, для более удобного передвижения военных контингентов, вооружения и снабжения. Грузопотоков таких, которые были бы разумны и достаточны для такого проекта, нету здесь. Пассажиропотока точно нет. Он сейчас, например, обслуживается автобусами замечательно. Для этого строить за много миллиардов евро, часть из которых должна пойти из европейского бюджета, а часть из нашего с вами кармана, экономического смысла нет. Там, кстати, говорили на этой конференции о российском проекте, да, который по европейской части должен пройти примерно там же, где рейл Болтика, но при этом упереться в российскую границу и дальше пойти по территории России. Вот тогда это было бы оправдано с точки зрения загрузки, то есть грузопотоков и так далее. Что касается Абик, буквально два слова. Стоит ли бороться и как бороться? Вот несколько минут назад вы спросили. Я считаю, что бороться, бороться надо за латышей, потому что власть по итогу вот количественно, да, так сложилось, что выбирают латыши. Латыши хорошие люди, с ними надо работать и объяснять простыми понятиями. Хорошо, плохо, бедно, богато. Люди на это реагируют. Я не верю, что средний избиратель латышской национальности хочет видеть свою страну такой, какая она сейчас и такой, какой она становится. Поэтому, конечно, нужно работать с избирателями, в первую очередь с латышским. Я так считаю. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет происходить. Так вот время стремительного эфира у нас бежит. Все-таки, вот подводя итоги вот этой вот питерской конференции, я понимаю, что это только одна из площадок вот для такого экспертного диалога, экспертного обсуждения. Все-таки, какие выводы вы вообще делаете? Может ли Латвия в ближайшее время действительно стать партнером для переговоров с учетом, как вы уже упомянули в первой части, что она не действует самостоятельно во внешних делах и даже свои вопросы в отношении с соседями, мы ведь говорим о соседях, о России как соседи, она решает при помощи кураторов, которые никак с нами не граничат. С Россией, кстати, да, ну на Аляске разве только что, извиняюсь. Ну как, законным образом менять власть, менять конфигурацию власти. Во власть должны исключительно с помощью выборов постепенно, там, за несколько избирательных циклов попасть люди, интересы которых будут совпадать с интересами страны и населения страны, а не кураторов. И только так, на мой взгляд. А как еще? Ну что ж, будем надеяться, что действительно вас услышат и как-то отношения Латвии и России начнут развиваться. Возможно ли это вообще, ну на ваш взгляд, как человека, я знаю, управленца с большим стажем, на ваш взгляд, возможно ли это вот в режиме еще санкций, потому что мы же понимаем, что да, есть какая-то группа товаров, которые не подвержены санкции, но в принципе мы находимся в состоянии такой иной экономической войны в какой-то степени условно между Россией и Западом. Хотя целый ряд стран уже начинает вообще задумываться, правильно ли это метод вообще разговора с Москвой. Ну и на мой взгляд и нам стоит, честно говоря, задуматься об этом. Да, вот по опросу одной из старейших французских компаний большое количество, очень большое количество населения, ну так если вспомнить, там от двух третей до трех четвертей населения в главных странах Евросоюза желает улучшения отношений с Россией. Рано или поздно в странах с развитой демократией это трансформируется в действия правительства. Санкции, они вредны и политически, и экономически. Я полагаю, что если в главных странах Евросоюза возникают подобные настроения, то мы должны это учитывать как члены Евросоюза. Проводить собственные исследования, опираться на результаты этих исследований в разговоре с властью, чтобы власть опиралась на мнение народа, не на словах, а на деле. Да, ну что ж, будем надеяться, что действительно ваши рекомендации рано или поздно будут приняты к сведению. Максим Дозовцев у нас был в студии и большое спасибо.